Весна с отколотым углом Его друг Роландо живут в эмиграции Сантьяго не знает, что Гроссиэлла и Роландо полюбили друг друга Герои Марио Бенедетти размышляют о страданиях и борьбе уругвайцев О их надеждах на новую жизнь Весна как зеркало, но у моего отколот угол Сантьяго Артист Виктор Зазулин Конечно, живы мы остались Но все мы ранены и увечены Дон Рафаэль Отец Сантьяго Артист Лев Любецкий Я же совсем маленькая за ругвай уехала Но скажи мне, где настоящая моя родина? Беатрис Дочка Сантьяго Актриса Галина Иванова Он мне ничего не сделал Только попал в тюрьму Оставил меня Гроссиэла Жена Сантьяго Актриса Светлана Брагарник Как объяснить Сантьяго, что все вышло само собой? Роландо По прозвищу Герцог Друг Сантьяго Артист Сергей Жирнов Дон Рафаэль Хочется трезво смотреть на жизнь Широко, современно, гибко Только вот что плохо Я ведь отец А когда Сантьяго выйдет из тюрьмы Адвокат прислал мне довольно обнадеживающее письмо Он будет смотреть на Гроссиэлу сквозь решетку чужой любви И потом он увидит Роландо Кем же тот будет для него? Что же такое с моим сыном? Сегодня я снова читал единственное письмо Которое он тайно переслал, минуя цензуру Как ни странно, письмо это мне А не Гроссиэле Видишь ли, старик Это письмо не прочтут чужие глаза Кому-то я должен послать знак из этой пустыни Так кому же, если не тебе? Скажу без икивоков Не бойся, я никого не выдал Чего нет, того нет Кое-чему ты меня учил И этому я научился Но с тобой я хотел говорить не об этом Ты знаешь, что в таких случаях говорят адвокаты Он никого не убивал Так вот Я убил Этого не знают ни адвокат Ни друзья, ни Гроссиэла К той поре я дней десять укрывался в одном из тайников Они у нас были Жильзи я не поднимал ни днем, ни ночью, конечно И не зажигал света, чтобы все думали, что тут никто не живет Однако спал я в полглаза И вот как-то ночью открыл глаз совсем, потому что услышал едва уловимые звуки Я застыл и почувствовал вскоре, что кто-то ходит по дому И тут сверкнул фонарь Прошла бесконечная минута, и кто-то очень тихо спросил Сантьяго, что ты здесь делаешь? Пришелец отвел фонарь, свет не слепил И я увидел сначала форму Потом револьвер в руке Потом Лицо Знаешь, кто это был? Держись, старик Это был Эмилио Да, тот самый сын тети Анны Твой племянник Он сказал снова Сантьяго, сдавайся, так будет лучше Я не знал, что ты с ними, но лучше сдайся Я тоже не знал, что ты с ними, Эмилио, сказал я Говорили мы шепотом Сколько лет не виделись, прошептал он Да, хорошенькая встреча, прошептал я И тут же сразу все решил Я сложил кулаки оба вместе, словно ждал наручников И подошел к нему Хорошо Сдаюсь Он мне поверил Никому другому он не поверил бы А меня подпустил к себе И даже, кажется, чуть-чуть опустил револьвер Теперь я не знаю, что именно сделал Что-то дикое, но через три секунды Я его душил теми самыми руками На которые он собирался надеть наручники Душил и задушил Не пойму, как все так тихо получилось Я вышел Проход оказался пустым Было три часа ночи Метров десять я шел Не бежал И вдруг глазам своим не поверил По улице медленно ехал автобус Старый, с открытыми дверями Сидело в нем два человека Я вскочил на ходу А через полчаса сошел на площади независимости В газетах так ничего и не было Об этой маленькой неудачной операции Только известили о смерти, больше ничего Хуже того, мы все Ты и я, Грасьелы И были теми родственниками, кому выражали Сочувствие в их потере Через год, когда нас взяли при облаве На Вильям Унис Меня допрашивали сотни раз Били, пытали, но об этом не спросили Какая ирония судьбы Больше я никого не убивал Сколько было схваток Сколько раз я чудом оставался жив И чудом никого не пристрелил В чем же проблема, спросишь ты В том, что я не могу его забыть Не могу забыть и своих рук на его горле Мой двоюродный брат снится мне Раза два-три в месяц Я вижу во сне давнее время Наше детство Он ведь на год старше меня Когда мы играли в футбол На лужайке За церковью Или летом после полудня Ходили вместе в парк Вы, взрослые, ложились отдохнуть А мы, наслаждаясь немыслимой свободой Растягивались на траве Или уже на опавших листьях И мечтали, и строили планы И в мечтах всегда были вместе И мы назначали срок В четырнадцать лет сбежим из дома Каждый из своего И тогда начнутся приключения Которые мы столько раз пережили в разговорах Такой, Эмилио, мне снится Поэтому сны не страшны Страшное начинается, когда я проснусь И вижу свои руки на его горле Иногда и здесь, и в предварилке Я о нем слышал Никто не знает, что мы в родстве И все его считают палачом Одним из самых лютых Так что мучит меня порой Не столько ощущение вины Сколько странная мысль В ту ночь я задушил свое собственное детство Иногда я вспоминаю, как доверчиво Он смотрел на мои кулаки Иногда думаю о том, что не случайно Говорил шепотом Еще может быть, что он тоже вспомнил Наше мечтание на траве и на листьях И растерялся, и стал уязвим А может быть, он понял не так быстро, как я Что мы теперь враги И в нашей борьбе нет ни дома, ни брата Но я никого раньше не убивал старик И единственное убийство Запятнал меня навсегда Скажу тебе больше Я бы так не мучился Если бы застрелил его в бою Я мучаюсь, потому что Убил его иначе Низко, если не подло Злоупотребил минутой нерешительности Быть может, минутой сочувствия Да, теперь я знаю, что он стал мерзавцем Потерял жалость и совесть И все говорят, я в том числе Что так ему и надо Но тогда, когда я его душил С крюченными руками Я этого всего не знал И убил, чтобы меня не убили Того, кто мечтал со мной на ковре из листьев И собирался вместе бежать из дому Гроссиэля, я не признался И не признаюсь Она не поймет Она ведь все упрощает Она скажет И прекрасно Одним палачом меньше Или как ты мог Он же твой брат И то, и другое неправда Теперь вот еще что Помни, больше таких оказий не будет И все-таки ты ответь Ты мне ответишь, правда, старик? Пиши, как всегда, через цензуру Придется нам с тобой выбрать Только два ответа Но мы будем знать, что означает Один, что другой Так вот, запомни Если ты не одобряешь Не оправдываешь Этого я не жду Но хоть понимаешь меня Постарайся за две строки до конца Вставить слово Понимаю Если же тебе все это кажется Гнусным и подлым Вставь Не понимаю Идет? Чао, старик Тогда я перечитал письмо Раз десять И написал только через два дня Кончил я так Внучка моя А твоя дочь умна и хороша, как прежде Она уже учит французский Ты подумай Иногда она приходит ко мне И рассказывает Что они проходили Но я то ли глохну То ли теряю память Ничего не попишешь Годы И понимаю ее с трудом Когда выговаривая Как можно тщательней Она рассказывает мне сказку Чао, сынок Роландо Ощущение для Роландо Новое Никогда Ни с одной женщиной Такого не бывало Раньше всегда Роландо Асуэра Командовал парадом Держал инициативу В своих руках И уж, конечно Заботился о главном Никаких Обязательств Но сейчас С Гарсиэлой Все по-другому Роландо Роландо и сам Не знает Что происходит Роландо Терзает Верность Верность Другу Запертому В одиночке И как бы Чиста Не была Их любовь Она все равно Запятнана Тогда С Гарсиэлой Они Разговаривали И курили Целых два часа Не прикасаясь Друг к другу Перебирая Возможные выходы И решения Стараясь Не задевать Вопросы А Беатрис Не смея Заглядывать В будущее Не смея Загадывать Далеко Вперед Решили так Подождем Надо Свыкнуться С этой мыслью Обещали Друг другу Не безумствовать Но и не держаться Чересчур Благоразумно И с каждой Минутой Все больше Завораживали Роландо Зеленые ее глаза Стройные ноги Тонкая талия А Грассиэлла Совсем растерянная Глядела на него И Роландо Уже Влюбился В ее растерянность И тут Грассиэлла Этого он Никак не ожидал Вдруг Разрыдалась Совсем Беспомощная Оттого Еще более Неотразимая И Роландо Взял в ладони Ее лицо И лишь когда Коснулся Губами Ее нежных губ Заметил Что от волнения Прикусил себе До крови Губу Услышав Ее слова Мне грезишься Ты Взаперти Сантьяго Вчера приходил адвокат И дал понять Что дела мои Повернулись К лучшему Не исключено Вполне Вероятно Весьма Возможно Я ведь уже знал Но тем не менее Надо признаться Разволновался Страшно Даже Сердце Забилось Дочурке Пока не говори Ничего Начнет ждать А вдруг Все провалится Она же еще Кроха Это может Повредить Ее здоровье Только представлю Себе Что может быть Скоро Ну скажем Сравнительно Скоро Увижу ее Так и бегут По спине Мурашки Пять лет Не видеть Ребенка Тем более Маленького Ведь это же Целая Вечность Едва Забрежила Надежда Я сразу Перестал Фантазировать Спасаться Бегством В прошлое Вспоминать Нашу жизнь То в солисе То дома Видеть И узнавать В пятнах сырости На стене Любимые лица Теперь Я занят Практическими Заботами О работе Об учебе О нашей Дальнейшей жизни Строю Самые разные планы Просто сердце Заходится Едва подумаю Что снова Смогу жить Как нормальный Человек С тобой С Беатрис Со стариком Хуже всего Оказалось То, что Время бежит И ничто Не решено И неизвестно Что будет Долгими часами Говорили Они все Об одном Много раз Пытались Собраться С духом И решить Сразу Но ничего Не получалось Они никогда Не встречались По вечерам Гроссиэлла Не хотела Чтобы Беатрис Узнала Раньше Чем Сантьяго Как Объяснить Девочке С невинно Пристальным Взглядом Их лучистую Радость Их Неостановимое Стремление Друг к другу Как спастись От ее Изумления Встречались Днем В часы Когда город Отдыхал И слышалось Лишь жужжание Шмелей Что мародер Столина Клумбии Лебились В занавесе Гроссиэлла Говорила И говорила Без конца Так и эдак Все про одно И то же И наконец В один Прекрасный день Когда она Опять затянула Прежнюю летанию Роланда Сказал Просто Гроссиэлла Не надо Начинать все Сначала Мы оба С тобой Слишком хорошо Знаем Свою историю Кому же Ты ее рассказываешь Он твой муж Я его друг Надо решить Раз и навсегда И по-моему Мы уже решили Что-то очень важное Соединяет нас И мы останемся Вместе Несмотря на все Сложности И трудности Если ты Несмотря ни на что По-прежнему Уважаешь Сантьяго Если я Его по-прежнему Уважаю Мы не должны При каждой встрече Словно Одержимое Говорить о нем Будем лучше Просто молчать Тогда легче Нам с тобой Любить Друг друга Такими Какими Мы есть А не такими Какими нам Полагается Быть В любом возрасте Трудно переселяться Из-под палки Кому и знать Как не мне И вполне Может быть Что молодым Труднее всего Я говорю Не о Гроссиеле И не Орландо И даже Не о Сантьяго Если когда-нибудь Он выйдет На свободу А скорее О тех Кто был еще Совсем зелен Когда все Случилось Можем ли мы Судить Этих Неопессимистов Этих Преждевременных Скептиков Если не попытаемся Понять Для начала Что их надежды Порешили Быстро И жестоко Можем ли мы Забыть Что этих людей Отлученных От среды И семьи От друзей И аудитории Лишили Неотъемлемого Права На мятеж И на борьбу Без которой Нет молодости Когда ощущаешь Нестойкость Непрочность Жизни Полной Эта жизнь Не будет Я слушаю Радиопередачи Смотрю Телевизор Интересуюсь Здешними А не только Международными Событиями Из которых Я надеюсь Узнать Хоть Что-то Хорошее Про Уругвай Но оттуда Доходят Лишь печальные Вести Еще четверо Исчезли Трое Умерли В тюрьме Прошло Еще столько То облав Посадили Пятьсот Человек Отпустили Четыреста Двадцать А что Стало С восьмью Десятью Неведомо Никому Мы теряем Живительную Привычку Надежды И почти Не понимаем Общество Где она Еще есть В референдум Я не верил Я считал Что это Смехотворная Ловушка Но в три Часа ночи Я проснулся И по наитию Включил радио Короткие волны Сообщение Пришло Почти Неотделимо Ото сна Надо сказать Не совсем Приятного Множество Против Сорвало Планы Этой Банды Но только Убедившись Что это Не новое Сновидение А правда Я вскочил С кровати И заорал Как на стадионе И вдруг Заметил Что плачу Без зазрения Совести Более того Рыдаю Причем Слезы мои Не смешны Не постыдны Все это Так меня Удивило Что я Стал вспоминать Когда же Плакал В последний раз И мне Пришлось Добраться До октября Шестьдесят Седьмого Когда там В Монтевидео Тоже один И тоже Ночью Я услышал Печальный Рассказ Фиделя О том Как именно Погиб Че Но в Ноябре Восьмидесятого Наши дали Мне поплакать В одиночестве И я Им был Благодарен Они Пришли Только Днем Чтобы Меня Обнять Убедившись Сначала Что Слезы Совсем Просохли Пришли Чтобы Я Объяснил Необъяснимое И Объясняя Я Убеждался Сам Диктатура Решила Приоткрыть Пусть Не дверь Но щелку Такую Узкую Что В нее Может Протиснуться Лишь одно Слово А народ Эту щель Заметил И Недолго Думая Протиснул Слово Против Просто Не поверишь Сколько Может Сделать Одно Слово В Наше Нейтронное Ядерное Время Беатрис Амнистия Это Трудное Слово Дедушка Рафаэль Говорит С подвохом Потому что Надо писать М А потом Н Амнистия Значит Что Кого-то Простили Не наказывают В словаре Написано Что Амнистия Это Забвение Политических Преступлений Я думала Ее сделают Папе Но я боюсь Что генерал Который Посадил Папу В тюрьму Из-за Политических Преступлений Все Всегда Помнит Когда Сделают Амнистию Мы будем Танцевать Танго Это Очень Грустная Музыка Ее Танцуют Когда Весело И Тогда Опять Грустно А когда Сделают Амнистию Грустно Моя мама Купит Мне Новую Куклу Потому Что Моника Очень Старая Приедет Папа И целый Год Будет Рассказывать Про Амнистию Иногда Я боюсь Что Амнистию Не сделает Очень Долго Я уже Буду Большая Как Грустно Грустно И буду Работать В небоскребе Когда Сделают Амнистию Грустно Скажет Дяде Роланда Ну Пока Раненые И Увечные Для Меня Трудно Только Одно Что Мы Скрываем От Сантьяго И Все Больше Ничего Я Тебя Люблю Красиво А в этом Грязи Нет Зачем Толочь Воду Вступь Я Говорила С Рафаэлем Он Меня Убедил По Моему Он Прав Одно Дело Узнать Здесь Другое Узнать Там Запереди Ну Что Ж Теперь Он Будет Здесь Да Я Очень Рада Рада Что Он Свободен Давно Пора И Еще Рада Что Смогу Ему Сказать А как Беатрис Она От меня Отдалилась Это Меня Тоже Мучит А Она Знает Что Ее Отец Будет Тут Через Две Недели Знает Воскресенье Сантьяго Просил Не Говорить Но Я Сказала Ты Понимаешь Почему Я Подумала Что Она Могла Как-то Узнать Или Догадаться И Отдалилась От меня Потому Что Я Ничего Не Говорю Но Вот Я Сказала Она Все Такая Как Странно Мой Сын Выходит На Волю Вот Вот Будет Здесь А Я Ничуть Не Удивляюсь Словно Это Естественный Конец Всего Что Было И Вот Что Занятно Когда Гарсиэлла Мне Сказала Я Сразу Подумал Не О Нем И Ни О Себе И Ни О Внучке И Ни О Трудной Проблеме Которая Его Поджидает Нет Я Подумал О Мерседес Об Его Матери Помню Мы были женаты Менее двух лет И в одном из редких Порывов откровенности Словно уступая И себе И мне Она сказала Хорошо бы Умереть Под времена Года Вивальди А потом Много позже 17 Июня 1958 Когда Она читала В постели И вдруг Уснула Навсегда По радио Играли Весну Сантьяго Знала Это И потому Быть может Слово Весна Навсегда Связано С его Жизнью Оно Его Отмер Образец Хранитель Говорит Он Об этом Очень редко Но я знаю Что все События И свои И общие Делятся Для него На весенние Не совсем Весенние И совсем Не весенние Наверное Последние Пять лет Весенними Он не считал И вот Он Выходит На свободу Неужели Я ошибся Когда Советовал Гарсиэли Не писать Ему Об изменениях В их жизни Что ж Узнаю Через Двадцать Дней Или Может быть Через Полгода Или Через Шесть Лет Мы Узнаем Ошибся Ли Я Пошлые Песенки Твердят Нам На все Лады А жизнь Идет Но если Не твердят Намекают Мы Умники Не любим Пошлых Песен И наотрез Отрицаем Такую Глупость Однако Во всех Банальных Истинах Есть Своя Правда Жизнь Идет Только Идет Она Многими Разными Путями Из-за Этой Страшной Передряги Мы Сломились Стали Почти Пустыми Потеряли Силу И Сон Нам Уже Не быть Такими Как Раньше А Хуже Мы Или Лучше Это Пусть Каждый Судит Сам Над Нами А то И Внутри Нас Прогрохотала Гроза Пронеслась Буря И Теперь В тишине Мы Видим Поваленные Деревья Развороченные Крыши Без Антен Обломки Мусор Много Мусора Конечно Надо Начинать Снова Сажать Деревья Но Вполне Может Статься Что В Рассаднике Нет Прежних Семян И Саженцев Когда Встроят Дома Это Прекрасно Однако Хорошо Либо Будет Если Архитектор По-рабски Точно Воспроизведет Прежний План Может Быть Несравненно Лучше Обдумать Все Наново И Вычертить План Учитывая То Что Нам Теперь Нужно Так Выметим Жи Мусор По мере Наших Сил Ибо Как Немети Останется Много Такого Чего Не Выметит Никто Из Памяти И Сердец На Воле Сантьяго Уже Погасла Надпись Пристегните Ремни Значит Жизнь Возвращается Пять Лет Два Месяца Четыре Дня Оживой Какой Был Ура Да Это Это Тысяча Восемьсот Девять Ночей Здорово Спать Хочется А Нельзя Надо Как Следует Ощутить Разницу Этот Ремень Могу Снять Могу Укрепить Моя Воля Знай Слушай Шмелиное Жужжание Триста Пассажиров А ни один из них Не наслаждается Как я тем Что Реактивные Самолеты Жужжат Стюард Стюардесс Отдает Журнал Прошу Другой Смотрит На берет Оставляет Оба Журнала Так Нейтронная Бомба Тюрьмы Остались Бы Заключенные Погибли Миллионы На месте Миллионеров Нету Школы Есть Детей Нет Но И генералов Нет Одни Пушки На перемены Однако Спать Хочется Но хочется Вспомнить Лица Тех Кто Остался Анибал Не только Номер И Эстебан Не номер И Рубен Не номер Думали Мы станем Как вещи Черта С два Не стали Эстебан Брат У тебя Еще Хватит Духу Помоги Тем Кто Сломился А кто Поможет Тебе Сосед Справа Читает Тайм Слева Проход Неужели Мир Живет Теперь Только Тем Чтобы Сохранить Себя Или Разрушить Если Он Взорвется Только Я вышел Это Уж Черт Знает Что Беатрис Сита Какая Радость Ждет Нас Правда Я и не знаю Что именно Меня ждет Ясно Там Что-то Не так Да Не так Последние Письма Какие-то Другие И дело Тут Не в Цензуре Пять Лет Это Много Грассиэлла У меня Прелесть Но Изгнание Как Трещина Расширяется С каждым Днем Старик Ответил Мне Как Условились Когда Я Спросил Про Эмилио Вывернулся Он Ловко Но Все же Ответ Туманный Хотя Мне Кажется Он Все Понял И Мне Полегчало Мне Больше Не Снится Эмилио Который Играл В Орлянку Анибал Много О нем Рассказывал Ничего Не Знаю Конечно Он Все Испытал На Собственной Шкуре По Видимому Мой Братец Был Истинным Чудовищем Пять Лет Стояла Зима Теперь У меня Весны Никто Не Отнимет Весна Как Зеркало Но У моего Отколот Угол Как Иначе Могло Ли Оно Остаться Целым После Таких Насыщенных Скажем Лет Однако И без Угла Оно Мне Годится Весна Мне Годится Отколот Угол Может Его Отколола Моя Жена Новая Далекая Нет Чепуха Какая-то Они С Беотриситой И со Стариком Будут Ждать Меня В аэропорту Все Пойдет Снова Как Надо Хотя Угол И Отколот Этого Уже Не Поправишь Не Подчинишь Собственно Ничего Странного Нет Что Последние Письма Такие Короткие И Неласковые Я Сумею Стать Ей Ближе Пять Лет Два Месяца И Четыре Дня Иногда Я думаю Что бы Со мной Стало Если бы Я был Рабочим А не Представителем Третьего Сословия А Все равно Бы Загремел Не Иначе Правда Я бы Легче Привык Скажем К 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 Конечно Рабочий Уверен Его Труднее Сбить С толку Он Не Привык К Нашим Самокопаниям Но Когда Нужна Верность Мы Все На Нее Способны Может У них Она Проще Скромнее А мы Размышляем О нашей Жертве И перебираем Драгоценный Принцип Который Нам удалось Накопить Жуем Не пережуем Благородные Доводы В пользу Молчания Рабочие Меньше Усложняют Жизнь Они Страдают И Все Молчат И Точка Придется Ехать Назад Но Куда В Какой Уругвай У него Тоже Отколот Угол Придется Ехать Назад Но В Какую Весну Главное Чтобы Весна Там Была Что Ж Они Сейчас Делают Там У Нас Какой Молодец Роланда Все Танго Да Шуточки Да Вечен Трепался Пока Не пошел В политику Вернее Пока Мы Его Не Нашли Зато Уж Работал Он Будь Здоров Непрекаянный Холостяк Так Он Себя Называл Как Бо Его Определить Блистачем Люмпен Разорившийся Рыцарь Маноло Всегда Говорил Герцог В Изгнании И Мы Прозвали Его Герцогом Мне Хорошо Не Знаю Заметно Лето Но Мне Хорошо Друзья Ах Ты Черт Сильвию Не Увижу Орландо И Маноло Пожалуйста Герцог Вроде В Мексике Маноло В Гетеборге Весны Еще Нет Еще Не Видно Она Придет Не Завтра Скорее Послезавтра Послезавтра Она Придет Как Давно Были Детство Школа Студенческая Борьба Борьба Служба Деньги Словно Это Чье-то Чужое Иногда Я Помню Все До Мелочей Но Так Будто Мне Это Рассказали Туманным Вечером В Буэнос-Айресе Беотриси Еще Не Буэнос-Айресе Она Мне Сказала Я Не Могу Без Тебя Жить Уже Смеркалась Лил Дождь Мы Шли По Улице Лаваль Под Одним Зонтиком Совсем Рядышком А Все Аргентинцы Выходили Из Кино Предположим Что Я Прилечу В Аэропорт И Никто Меня Не Встречает Ну Нет Еще Чего Предположим Что Меня Встречают Гросси Ла Старик И Беотрис Сит Аэропорт Аэропорт Это Такое Место Куда Приезжает Много Такси Там Бывают Журналы И Туристы В Аэропорте Бывает Много Хороших Вещей Например Папа Пассажиры Всегда Привозят Подарки Своим Любимым Дочкам Только Папа Он Приедет Завтра Ничего Не Привезет Потому Что Он Пять Лет Был Политически Заключенный А Я Очень Умная Все Понимаю Мы Часто Ездим В Аэропорт Потому Что Ждем Папу Теперь Роланда Суэра Больше Не Мается Неразрешимыми Вопросами Остается Только Поехать В Аэропорт Встретить Лицом К Лицу Прошлое Настоящее И Будущее Все Сразу И Все же Что Делать Когда Сантьяго Подойдет Обнимет Ее И Беатрис Тех В ком Заключен Весь Смысл И Вся Бессмыслица Его Существования Что Делать Куда Девать Руки Куда Смотреть И Главное Черт Побери Что Делать Когда Сантьяго Обнимет Его Роланда И Скажет Как Здорово Герцог Что Ты Здесь Я В самолете Тебя Вспоминал Надо Будет Снова Собрать Нашу Старую Шайку Как Думаешь Но Самое Худшее Наступит Позднее Когда Грессиэлла Скажет В конце Концов Правду Сантьяго Начнет Тогда Вспоминать Встречу В аэропорте И поймет Как Все Это Было Отвратительно Смешно И Станет Презирать Себя И Презирать Нас Потому Что Мы Знали А Он Нет Как Объяснить Сантьяго Что Все Вышло Само Собой Нежданно Негадан Что Старая Дружба Связывавшая Всех Семерых Как Раз Оказалась Благодатной Почвой Для Сближения И В конце Концов Для Любви Ибо Эта Любовь Сантьяго Не интрижка Нет Думает Роланда Настоящая Любовь В ней Наше Истинное Оправдание Грессиэллы И Мое Но Это Наша Настоящая Любовь Неизбежно Лишает Сантьяго Всего Неизбежно Естественно Встает Вопрос Признает Ли Сантьяго Себя Побежденным Или Будет Бороться Скорее Бо Уж Дождаться Хоть Какой То Развязки В сущности Последнее Слово Загрессиэллой Потому что Оба Они Сантьяго И Роланда Хотят Быть С ней И Может быть Тут И Кроется Его Роланда Свера Маленький Шанс Но И У Сантьяго Тоже Есть Шанс Шанс Этот Зовется Беатрисито Может быть Учитывая Все Проишедшее Сантьяго Захочет Взять Ее К себе А та Вдобавок И Ничего Удивительного Тут Нет Прямо Бредит Папой Пять лет Она Его Не Видела И Теперь Ждет Не Дождется Но Впрочем Такое Решение Крайне Неразумно Думает Роланда Кассуэр Подъезжая К аэропорту Не говоря Уж о том Что Оно Ничего Не Даст Сантьяго Ладно Посмотрим Вот Наконец Аэропорт Роланда Погруженный В свои Размышления Выходит Из Автобуса Едва Не Свалившись Со Ступеньки Как Странно Да Как Странно Ступать По этой Земле Хорошо Ах Дождь В дождь Все Похоже Зонтик Объединяет Всех Людей Странно Да Это Пройдет От этого Никто Не Умирал Хотя От удивления Умирают Слишком Много Всего Сошлось Самая Весть Прощание С Ребятами Чертва Инстанции Никто Не Провожал Летел Я Долго Долго Видел Сны Думал Строил Планы Чиновник Все Смотрит Мои Бумаги И В прям Четыре Минуты Покажутся Вечностью Снимите Пожалуйста Берет Сравнивается Фото Смотрит Сурово Но Вполне Учтив И Я Учтив Теперь Улыбнулся Совсем Он Не Суровый Просто Индеец Крепкий Такой Всего Хорошего Друг Он Мне Сказал Друг Всего Хорошего Теперь Багаж Мой Разнесчастный Чемодан То ли Приедет То ли Нет Еще Из-за Этого Ждать А те Кто Ждет Нас Сколько Лить За Стеклами Вот Если Бы Разглядеть Если Бы Отыскать Да Вон Они Они Конечно Наши Уругвается Родина Или Смерть Пролетария Всех Стран Эврика Да Будет Свет Познай Самого Себя Родина Или Смерть Мы Победим Вставай Проклятием Заклеменный Ах Черт Ну И Радость Грассиела И Старик И Незнакомая Девочка Моя Дочка Грассиела Очень Красивая И Подумать Она Моя Жена Беатрис Свитов Как Нам Будет Хорошо А Вон Еще Кто-то Машет Руками Да Это Герцог Честное Слово Сам Герцог 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 Вы Слушали Радиокомпозицию по роману уругвайского писателя Марио Бенедетти «Весна с отколотым углом». В передаче принимали участие Светлана Брагарник, Галина Иванова, Сергей Жирнов, Виктор Зазулин, Лев Любецкий. Режиссер Евгений Малевский, Музыкальный редактор Елена Новикова, Редактор Алла Лебедева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова